Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и сегодня нас ждут небольшие откровения о четвертом сезоне от Дэвида Харбора, мысли Ноошнапа о релизе четвертого сезона и немного рассуждений и предположений о том, когда нам ждать очередной тизер-трейлер, список эпизодов или новый постер и вообще в принципе любой официальный вброс информации о предстоящем сезоне. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Итак, в связи с приближающимся релизом Черной Вдовы, Дэвид Харбор время от времени продолжает давать различные интервью, на которых помимо фильма у Дэвида естественно спрашивают о четвертом сезоне. И вот 19 июня на одном из таких интервью Харбор поделился некоторыми интересными подробностями о новом сезоне. Его спросили о том, чем предстоящий сезон выделяется по сравнению с предыдущими. Ну, во-первых, он больше по сравнению с остальными. Как в плане масштаба, так и той заложенной мысли, что мы больше не в Хоукинсе. Мы локально стали больше. А также, с одной стороны, появится очень много нового, и, конечно, мы также начнем почищать хвосты и готовиться к тому, чтобы в какой-то момент показать четкую и ясную концовку. В момент, о котором я, конечно, не могу говорить, но, эм... То есть, я имею в виду, что я, в принципе, пока мог говорить только о Хоппере до сих пор. Это... Думаю, я это говорил о многих сезонах, но... Это мой любимый сезон в том смысле, что он более очищенный, более открытый в каком-то смысле. То есть, Хоппер, как мы видели, попал в русскую тюрьму. То есть, мы можем как бы заново его открыть для себя. У него будет своего рода перерождение из того, кем он стал. Мы всегда это как бы планировали. Эм... Это почти, считая, воскрешение, как было... Ну, как, похоже, как когда Гэндальф умирает и снова возрождается. Действительно заинтересован его возрождением. Мы увидим гораздо больше моментов из его жизни, на которые раньше просто намекали. Мы, эм... Увидим гораздо больше. И также есть несколько настоящих сюрпризов, о которых вы ничего не знаете. Которые покажут себя в этом сезоне и будут играть большую роль по мере развития сериала. Эм... Ну, это реально мой любимый сезон. Обожаю его. С каждым разом сценарий становится лучше. Дофферы начали с того, что первый сезон был таким напряженным. Личным в каком-то роде это здорово. Эти ребята пишут в разных направлениях, давая фанатам больше раздолья. Но, тем не менее, я скажу, что... Сценарий продолжает придерживаться своего... Специфического жанра. Что бы они ни делали, каждый сезон это просто эксторождинарно. И это, опять же, возводит на вершину. Я думаю, это большой и красивый сезон, и я не могу дождаться, когда вы его увидите. Что ж, очевидно, что четвертый сезон просто обязан нас дико удивить. И, как известно, он не будет последним, так как Дафферы решили дотянуть до пяти сезонов, но, судя по всему, подготовит почву для завершения сериала. Так как, со слов Дэвида, концовка всего шоу будет четкой и ясной. Дэвид уже не раз сравнивает возрождение Хоппера с тем, что было в «Властелине колец» с Гэндальфом. И, судя по всему, Хоппер кардинально изменится. Возможно, в кульминации четвертого сезона он вернется лучшей версией себя, чем когда-либо был, спасая Хоукинс от советов и изнанки. Ведь, как известно, в третьем сезоне многие фанаты были немного разочарованы тем, как персонаж Дэвида был прописан. То есть, больше выставлял себя шутом и вел себя чуть глупее, чем это было в прошлых сезонах. Ну а теперь, после такой серьезной взбучки, что его ждет в четвертом сезоне, он определенно должен стать намного крепче и серьезнее. 20 июня на платформе Фанмио, ну а Шнапп провел очередную видео-встречу с фанатами, на которой он разболтал немного интересной информации относительно производства четвертого сезона и даже даты его выпуска. Я не знаю, можешь ли ты сказать, но когда выйдет четвертый сезон? Четвертый сезон? Эмм... Мы полностью закончим вроде бы как в сентябре, поэтому я надеюсь, что... В конце года, или в январе следующего года, я завтра уезжаю в Атланту, и мы... Собираемся там снимать. Какое-то время. А что там будет? Да. Ну то есть где там? Типа... Локация? В средней школе или типа того? Судя по тому, что сказал Ноа, производство, то есть конкретно съемка сериала, заденет не только август, как другие актеры сообщали ранее, а еще и какую-то часть сентября, что, вероятно, конечно, немного расстроит многих фанатов. Тем не менее, с другой стороны, Ноа сообщил, что мы сможем увидеть с вами сезон либо в конце этого года, либо в январе, что может значить, что Ноа либо не слишком проинформирована ситуацией с производством сериала и может лишь только предполагать, либо же производство настолько ускорилось, что команда сериала начала заниматься монтажом и созданием графики еще до того, как они закончили съемки. Но это, конечно, лишь только предположение. В этом плане лучше все-таки дождаться официальных заявлений. 4 июля 2021 года исполнится ровно два года с того дня, когда третий сезон Очень странных дел вышел на Netflix. То есть 4 июля 2019 года для фанатов сериала был просто нереальный праздник. Уже в течение четырех дней после выхода Netflix сообщил, что более 47 миллиона аккаунтов посмотрели не менее 70% первой серии третьего сезона, что стало рекордным показателем для любого шоу Netflix. Также в этот же период 18,2 миллиона человек посмотрели весь сезон. Многие фанаты в отношении этого сезона разделились на два лагеря. Для кого-то он стал лучшим из предыдущих, в какие-то моменты радужным, смешным и забавным, а кто-то по этой же причине стал им недоволен, так как определенной части фанатов не понравилось изменение тона повествования. То есть тот момент, что шоу из мрачного и серьезного стало больше светлым летним блокбастером. Но, если оставить все эти претензии в стороне, в целом это был самый большой и самый успешный сезон шоу. Тот, который подарил нам много впечатлений, захватывающих дух, а также оставил за собой миллион и маленькую тележку вопросов, на которые мы более чем вероятно должны получить ответы в предстоящем сезоне. До возможного релиза четвертого сезона осталось меньше года, и многие фанаты, естественно, просто умирают от предвкушения этого феноменального действа. С недавних пор пиар-составляющая шоу стала более активной. За последние месяцы мы с вами получили тизер-трейлер, который свалился как снег на голову, а также новый список актеров и персонажей четвертого сезона. Фанаты предполагают, что в июле, в ближайшем будущем, нам определенно стоит ждать чего-то новенького, так как в этом месяце есть целых две даты, очень значимых для шоу. Это в первую очередь годовщина третьего сезона, 4 июля, которую мы только что обсуждали, и пятая годовщина первого сезона, 15-го. Поклонники сериала надеются, что в эти дни нас порадует чем-то интересненьким. В первую очередь, естественно, хотелось бы увидеть очередной тизер-трейлер, раскрывающий еще одну сюжетную ветку сезона. Под это событие эти две даты подходят ну просто идеально. Тем не менее, если это все-таки будет слишком жирно, было бы очень неплохо, если бы хотя бы показали новый постер со всеми персонажами в новых образах и с официальной датой релиза сериала, или просто саму дату релиза, которую вполне могли бы уже полностью высчитать, учитывая скорое завершение съемок. Также фанаты были бы безмерно рады в эти даты получить список названий всех девяти серий сезона, которые, между прочим, ждали еще на мероприятии от Netflix Geek Week, ведь список серий той же Академии Умбрелла там без проблем показали. В целом, так или иначе, думаю, что стоит все-таки навострить ушки на две этих даты, так как создатели сериала ну навряд ли смогут пройти мимо них, и так или иначе покажут ну хоть что-нибудь. А что вы думаете по этому поводу? Какие теории и предположения есть у вас? Какую тайну о финале сезона может хранить Дэвид Харбор? На самом ли деле, ну аж нам проговорился о дате релиза, или это было лишь чисто его предположение? А также, чего вам бы хотелось увидеть 4 и 15 июля, пишите в комментариях. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержка канала очень важна. А поддержать канал, получая при этом приятные бонусы, можно став спонсором на моей страничке в Бусти или на самом канале. А также просто по ссылочке на Донат Алертс. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok